Большой всем тюленей привет! С вами на связи Аркадий Толкинвейт и сегодня мы с вами поговорим о том, что нас всех ожидает на 50 уровне приключений. Да, сегодня опять будет длинное видео в подкастовом видео, в котором я порассуждаю немножечко с вами о том, что нас всех ожидает на 50 уровне приключений. Я вчера взял наконец-то 45 уровень приключений, да, это значит, что я наконец-то могу начать фармить себе легендарные артефакты достаточно в большом количестве, плюс к тому же уже начинают выпадать легендарные книжки талантов, но, как понятно, с очень маленьким шансом вероятности выпадения. В общем, ничего такого прям особо сильно изменения-то и не произошло, да. Ну, единственное, что можно сказать, то что да, на 40 уровне золотой предмет выпадает там шансом 20-30%, а с 45 уже со 100% вероятностью. Но может возникнуть закономерный вопрос. Если на 40-м было все так плохо, на 45-м становится лучше, то на 50-м должно стать еще лучше. С одной стороны, это правильное порядок действий, но с другой стороны, нифига. Некоторые блогеры уже добрались до 50-го уровня приключений, и они нам показали то, что, в принципе, нифига нового нас не ожидает, да. То есть, вот единственное, что это вот следующий уровень для мировых боссов. То есть, количество артефактов формимых не изменяется. Вот чуть-чуть побольше начнет падать реагентов непосредственно с мировых боссов. А в частности, там будет падать не один предмет золотой, тот, который необходим для кача наших перков, а целых два. Что уже, в принципе, неплохо, потому что ускоряет нашу прокачку, как минимум, если вы, конечно, прокачиваете все навыки. Но там возникает еще одна некая проблема, потому что на высоких уровнях прокачки навыков появляется еще один такой предмет, как корона. Кстати, эту корону нам будут выдавать во время нового ивента, который вот у нас сейчас будет проходить. Так, где он у нас? Так, вот, в мероприятиях. Вот в этом ивенте как раз-таки нам будет давать корону прозрения. То есть, вот этот вот предмет, который нам всем будет необходим для дальнейшей прокачки навыков. То есть, это Масхевный 7, поэтому готовимся получать большую-большую жопу. В чем проблема, да? То есть, к чему вообще все это видео? А видео, оно к тому, что, в принципе, после того, как вы добираетесь до 45 уровня, расшить следующий уровень особой нужды нет. Потому что, кроме того, то, что у вас появляется, да, новый уровень даже и для мировых боссов, единственное, что у вас новое появляется, это то, что вы сможете прокачать своих персонажей выше до следующего возвышения, да, то есть до 90 уровня. Потому что здесь требуется 50 уровень приключений. Вы более просто начнете фармить на 90 уровне те же самые данжи, более просто станет фармиться виту и бездну, но в любом случае, прям какого-то такого резкого изменения дропа не получится, не появится. И у меня есть такое маленькое предположение, то, что нас, после обновления 1.3, когда уже абсолютное большинство будет подходить к уровню 50+, в этом случае у нас откроются, скорее всего, новые уровни данжей. Потому что в данный момент, как вы все знаете, открыто, по крайней мере, общие планы разработчиков до обновления 1.3. Уверен, то, что это примерно до января-февраля расписано. После этого момента я более чем уверен, то, что нам откроются как минимум, либо же новые уровни в старых данжах, где мы сможем получить другие предметы. Ну, как другие. Те же самые, только с увеличенным качеством. То есть, допустим, сейчас у нас, да, то есть, если идет стандартная градация, да, есть белые предметы, есть зеленые, есть синие, есть фиолетовые, есть оранжевые. В корейских ММО обычно после оранжевых предметов идут красные предметы. И вот я подозреваю то, что как раз-таки дальше нас и ожидает то, что у нас будут красные предметы, выпадающие в новых данжах. Почему? Потому что, в принципе, как мы видим по количеству звезд, 90-й уровень — это наш финальный уровень. То есть, по уровням уже дальше развития нет. Ну, само собой, разработчики, скорее всего, как-нибудь постараются увеличить наш прогресс. И, само собой, будет еще добавляться уровень. Потому что 90 — ну, как-то это не по-человечески. Маленькое число для китайских условно ММО проектов. И получается так, то, что сейчас, в данный момент, до выхода 1.3, наша задача — это просто с удовольствием для себя фармить артефакты во всех данжах, прокачивать максимально своих текущих персонажей. Если вы их уже до максимального уровня прокачаете, то переходить на следующих персонажей. Потому что, ну, как минимум, для Бездны нам нужно прокачивать двух керри. Потом еще надо прокачать четырех, как минимум, саппортов, которые будут вам реакции проводить, а потом еще двух хилов. А еще вдруг, возможно, вам выпадут новые герои, которых вы тоже захотите прокачать. А это еще целый ввоз ресурсов и целый ввоз того же самых книжек опыта. Что самое смешное, вы можете сказать то, что на 50 уровне и после 50-го должно стать больше выпадать золото с артерий, книжек с артерией с опытом. Нет, нифига. Вот это вот 60 тысяч опыта за одну артерию — это на текущий момент максимальное. И поэтому получается то, что реально, вот дальше после 45-го уровня рашить я не вижу нужды. Именно это мое мнение. Если вы хотите прорашить опыт дальше для того, чтобы до 50-го дорашиться, это ваше абсолютно право. Но лично у меня, у меня не хватает уже ресурсов для того, чтобы прокачивать всех персонажей. Плюс к тому же у меня выпал чайлд, которого надо прокачать. Это тоже целый такой ввоз ресурсов, которыми надо заниматься. Какой я для себя сейчас текущий выстраиваю план? Действий на 45-50 уровень. Ежедневно я закрываю данжи по необходимости. Приоритет отдаю сначала для данжей вот этих вот. То есть здесь я хочу выбить себе артефакт церемонии знати непосредственно для чайлда. Здесь еще, возможно, азартный игрок нападает. Ну, что на соберется, то соберется. Само собой, книжки для чайлда выбивать. И в остальном заполнять мировыми боссами и артериями земли и артериями опыта, чтобы максимально стараться себя придерживать по необходимому уровню. Ежедневно я максимально заливаю себе 50 примагемов в смолу для того, чтобы получить дополнительный опыт, для того, чтобы получить дополнительные ресурсы. Единичная покупка за примагемы смолы – это самая эффективная покупка. Можно, если у вас еще много примагемов, вы периодически подоначиваете, можете еще дважды восстановить. То есть максимум три раза можно восстанавливать смолу за примагемы с наибольшей эффективностью. Дальше там получаются прям совсем адские цены. И особо сильно я вам тратить примагемы на ту фигню не советую. Ну и все, в принципе. Вот таким вот я действиями буду развлекаться. Само собой, еще надо не забывать про то, что надо выбивать ресурсы для пробуждения не только сами в данджах, но еще и просто подфармливать. А дальше их становится очень много, они становятся очень разнообразными. И просто становится больно то, что количество времени... Вроде бы кажется, то, что количество общего времени ты в игре должен проводить уже не так много, потому что у тебя типа нет смолы. Но, с другой стороны, играть тебя все равно будет заставлять играть, потому что ресурсов, выбиваемых просто с мобов, будет требоваться все больше, 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 больше и больше. Как мои вообще ощущения после взятия 45 уровня? Я, в принципе, не почувствовал пока именно непосредственно в открытом мире каких-то больших проблем с убиванием мобов. Да, они стали толще. Да, времени на их убийстве стало тратиться немножечко побольше. Но, в общем плане, по крайней мере, уже появляется хоть какой-то челлендж, и когда их надо хотя бы хоть периодически помучать, чтобы их пробивать. В данджах, да, в данджах стало ощутимо сложнее, потому что на последних уровнях данджей, именно те, которые требуют для выбивания уже большую вероятность легендарных предметов, там, да, уровень сложности повысился достаточно сильно, просто из-за того, что существа в этих данджах стали 90-го уровня. А у меня все-таки персонажи только 80-е, и из-за этого просто не хватает характеристик. Но ничего, я уверен, что в скором времени я, когда потрачу некоторое время на выбивание легендарных артефактов и на сбор уже этих нормальных сетов на всех персонажах, то эти проблемы у меня исчезнут. Потому что вот если посмотреть, то у меня единственный персонаж, который более-менее одет по артефактам, это вот это вот Сянлин, да и то, видите, у меня не до 20-х уровней прокачан, да, то есть вот один сет такой более-менее, а вот тот же самый Чайлт, он вообще у меня вот с двумя кусками, только дальше не прокачанный. Поэтому есть чем поразвлечься, и в данный момент я буду как раз-таки заниматься тем, то, что я буду подбирать более-менее ощутимые приятные артефакты для моей пати. А рашить опыт я не буду. Если у вас есть какое-то свое мнение, то обязательно расскажите мне о нем. Я с удовольствием вас послушаю. Ну а так, подкастовую новость на сегодня можно считать закрытой. Но, если ты дослушал до этого момента, то я тебе скажу по секрету. Сегодня у нас на стриме стартует новый большой глобальный розыгрыш. Мы будем разыгрывать 10 благословений. Для его участия тебе придется присоединиться к нашему Дискорд-каналу и подписаться на Ютуб-канал. Поэтому все новости, все подробности будут рассказаны во время стрима, который будет сегодня вечером. Поэтому жду только тебя. Обязательно приходи. Ну и всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok